Беседа на слова. Жена привязана законом к мужу, доколе он жив. 1 Коринфянам 7.39.40 Недавно блаженный Павел преподавал нам закон о браке и правах брака, говоря в послании к Коринфянам. Так, а о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Поэтому и мы целую беседу посвятили этим словам. Сегодня опять нужно беседовать с вами о том же предмете, потому что и сегодня тот же Павел говорит о том же. Вы слышали его вещание и изречение? Их 39.40 Жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. Но она блажение, если останется так, по моему совету. А думаю, и я имею Духа Божия. Последуем же за ним и сегодня и будем беседовать об этом предмете, потому что, следуя за Павлом, через него мы непременно будем следовать за Христом, так как и он писал все не сам по себе, а следуя Христу. Подлинно, немаловажное дело, брак благоустроенный. Равно как для тех, которые живут в нем ненадлежащим образом, он бывает причиной множества несчастий. Жена как бывает помощницей, так часто бывает и вредительницей. Брак есть как пристань, так и кораблекрушение, не по своему свойству, но по расположению худо живущих в нем. Кто соблюдает его должным образом, по законам, тот, после дел на торжеще и всех разнообразных зол, находит некоторое утешение и отраду в своем доме и в своей жене. А кто принимает на себя это дело необдуманно и как случилось, тот, хотя на торжеще наслаждался великим бы миром, по прибытии домой встречает скалы и подводные камни. Поэтому, так как нам предстоит опасность не в маловажном деле, то необходимо со вниманием слушать сказанное, и кто намеревается вступить в брак, делать это согласно с законами Павла, или лучше с законами Христа. Знаю, что многим эти слова кажутся новыми и странными, но, несмотря на это, я не буду молчать, а наперед, прочитав вам закон, потом постараюсь разрешить кажущиеся в нем противоречия. Какой же это закон, который предложил нам Павел? Жена, говорит он, привязана законом. Итак, она не должна отделяться от живого мужа, принимать другого супруга или вступать в другой брак, и заметь в какой точности он употребляет самые выражения. Не сказал, пусть живет вместе с мужем, пока он жив, но что? Жена связана с законом, доколе жив муж ее. Так что хотя бы он дал ей запись отпущения, хотя бы она оставила дома и ушла к другому, она связана с законом. Она и в таком случае прелюбодейка. Поэтому, если муж захочет отвергнуть жену, или жена оставит мужа, то пусть вспомнит это изречение и представит присущим Павла, который осуждает ее и вещает, жена связана с законом. Как беглые рабы, хотя оставляют господский дом, влекут за собой свои цепи, так и жены, хотя бы оставили мужей, имеет вместо цепей закон, который осуждает их, обвиняет в прелюбодеянии, осуждает и тех, которые берут их, и говорит, муж еще жив, и дело это есть прелюбодеяние. Жена связана с законом, доколе жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе. И всякий, кто берет оставленную, тот прелюбодействует. Когда же, скажешь, можно будет ей вступить во второй брак? Когда? Когда она освободится от цепей, когда умрет муж. Объясняет, апостол не прибавил так, когда скончается муж ее, она свободно выйти за кого хочет. Но если умрет, упокоится, как бы утешая ее во вдовстве, и внушая оставаться при прежнем, и не соединяется со старым супругом, не умрет муж той, а спит, кто не ожидает спящего, поэтому он и говорит, если же умрет, то свободно выйти за кого хочет. Пусть вступает в брак, чтобы не показалось, будто он заставляет и принуждает. Он и не препятствует желающие вступить во второй брак, и не заставляет нежелающие. Но сказал закон такой, свободно выйти за кого хочет. Называя свободной после смерти мужа, он выразил, что прежде этого, при его жизни она была рабою. А будучи рабой и подчиненной закону, хотя бы она получила тысячу раз запись отпущения, она по закону виновна в прелюбодеянии. Рабам позволительно переменять живых господ, а жене не позволительно переменять мужей при жизни мужа, потому что это прелюбодеяние. Не указывай мне на законы, постанавленные внешними, дозволяющие давать запись отпущения и разводиться. Не по этим законам будет судить тебя Бог в тот день, а по тем, которые Он сам постановил. И мирские законы позволяют это не просто и не без ограничения, но и они наказывают за это дело. Так что и отсюда видно, что они неблагосклонно смотрят на этот грех. Потому что виновницу развода они лишают имущество и отпускают без всего. И того, кто подает повод к разводу, наказываясь денежным убытком, они, конечно, не поступали бы так, если бы одобряли это дело. Что же Моисей? И он делал это по той же причине. Но ты послушай Христа, который говорит, «Если праведность ваша не превзойдет в праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Матфея 5.20. Послушай также и следующих слов. Матфея 5.32. А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины и любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Для того и пришел Единородный Сын Божий, для того принял зрак раба, для того пролил драгоценную кровь свою, разрушил смерть, попрал грех, даровал обильнейшую благодать Духа, чтобы возвести тебя к высшему любомудрию. Впрочем, Моисей постановил такой закон не без причины, но будучи вынужден снизойти к немощи тех, которым он давал закон. Они были скоры на убийство, родственную кровью наполняли домы и не щадили ни своих, ни чужих. Поэтому, чтобы они в домах не убивали жен, которые сделали с ним неприятными, он заповедовал разводиться, предупреждая большее зло удобства к убийствам. А что они были склонны к убийству, послушай самих пророков, которые говорили, созидающие Сион кровью и Иерусалим неправдой, Микея 3.10. И еще, кровопролитие следует за кровопролитием, ося 4.2. И еще, руки ваши полны крови, Иса 1.15. А что они неистовствовали не только против чужих, но и против своих, и на это указывает пророк, когда говорит, и приносили в жертву сынов и дочерей своих бесам, Псалом 105.37. А не щадившие детей своих не стали бы щадить жен. Чтобы этого не было, Моисей и дал такое дозволение. Поэтому иудеям, которые спрашивали и говорили, как же Моисей заповедовал давать разводное письмо, Христос и говорит, желая показать, что Моисей не в противоречии, ему написал этот закон, говорит так, Моисей по жестокосердию вашему повелел, но от начала было не так, но сотворивший вначале сотворил мужчину и женщину. Матфея 19.4. Если бы это было хорошо, говорит, то Бог не сотворил бы одного мужа и одну жену, но сотворив одного Адама, сотворил бы двух жен, если бы хотел, чтобы можно было одну отвергнуть, а другую принять. А здесь самым способом сотворения он постановил закон, который теперь я предписываю. Какой же это именно тот, чтобы ту жену, которая сначала досталась, иметь при себе постоянно. Этот закон древнее того и настолько, насколько Адам древнее Моисея. Таким образом, я теперь не ввожу нового закона и не предлагаю странного учения, но такое, которое стареет, и древнее Моисея. Не излишне выслушать и самый закон Моисея, в который он постановил об этом. Второзаконие 24.1. Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего. Смотри, он не сказал, пусть напишет и пусть даст, но что? Напишет разводное письмо и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего. Между тем и другим великое различие. Сказать, пусть напишет и пусть даст, свойственно повелевающему и требующему, а сказать, напишет разводное письмо и даст в руки ее, свойственно повествующему о том, что бывает, а не от себя предписывающему закон. Если кто говорит, он отвергнет жену и отпустит ее из дома своего, и она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа, но сей последний муж возненавидит ее, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, или умрет сей последний муж ее, взявший ее себе в жену, то не может первый ее муж, отпустивший ее, опять взять ее себе в жену, после того, как она осквернена, ибо сие есть мерзость пред Господом Богом твоим, и не порочь земли, которую Господь Бог твой дает тебе в удел. Потом, в знак того, что он не одобряет этого дела и не считает его браком, но снисходит к немощи их, после того, как сказал, что не может взять ее первый муж себе в жену, он присоокупил, после осквернения ее, объясняя самым образом выражение, что второй брак при жизни первого мужа есть скорее осквернение, чем брак, поэтому он не сказал поступление ее в брак, видишь, что он говорит согласно с Христом, потом приводит и причину, ибо гнус на это пред Богом, так говорит Моисей, а пророк Малахия гораздо яснее это выражает то же самое, или лучше не Малахия, но Бог через Малахию и говорит так, вторая глава 14-15 стиха, вы скажете за что? За то, что Господь был свидетелем между тобой и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя, но не сделал ли того же один и в нем пребывал превосходный дух, что же сделал этот один? Он желал получить от Бога потомство, и так, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности твоей. Потом сказав, говорит, для чего ты оставляешь жену юности твоей, желай показать, сколь велико это зло, и лишить сделавшего этого всякого оправдания, дальнейшими словами усиливает осуждение. Смотри, сколько он исчисляет прав, во-первых, со стороны возраста, жена юности твоей, далее, со стороны потребности, подруга твоя, потом, со стороны образа сотворения, дух твой законный, 218. ко всему этому Малаке прибавляет то, что важнее всего, достоинство Создателя, что означает слова «не иной сотворил». Ты не можешь, говорит, сказать, что тебя сотворил Бог, а ее не Бог, но некто другой низший его, потому что один и тот же привел в бытие их обоих. Итак, если ничему другому, то по уважению к этому питай к ней любовь. Если часто для рабов, ссорящихся друг с другом, служат побуждением к согласию то, что они должны служить одному и тому же Господину, то тем больше так должно быть между нами, когда мы оба имеем одного и того же Создателя и Владыку. Видишь ли, как еще в Ветхом Завете получили свое начало и предуготовление заповеди нового любомудрия. Так как иудеи долгое время были воспитываемы законом и должны были перейти к совершенным заповедям и их общественные учреждения уже достигали конца, то Пророк в надлежащее время и ведет их к этому любомудрию. Будем же повиноваться такому прекрасному закону и хранить себя от всякого стыда. Не будем ни отвергать своих жен, ни принимать отвергнутых другими. с каким лицом ты будешь смотреть на мужа этой жены, какими глазами на его друзей и слуг. Если по смерти супруга, взявши его жену, увидев потом перед собой одно только изображение его, испытывает тяжелое неприятное чувство, то видящий живого мужа своей сожительницы, какой будут вести жизнь, как будет входить в дом, с какими мыслями, какими глазами будут видеть в жене его свою. Или лучше отпущенную никто не мог бы справедливо назвать женой, ни его, ни своею, потому что прелюбодейка ничья жена. Она и в отношении к тому нарушила условия, и к тебе пришла не согласна с законами. Каким же было бы безумием вводить в дом то, что исполнено таких зол? Разве есть недостаток в женщинах? Для чего же тогда, как есть много таких, которых можно брать согласно с законами и чистой совестью, мы обращаемся к запрещенным, расстраивая домы, производя междоусобные брани, навлекая на себя везде вражду, отверзая уста бесчисленному множеству осуждающих, посрамляя собственную жизнь, и, что всего тяжелее, приготовляя себе неизбежные наказания в день суда. В самом деле, что скажем мы тогда имеющему судить нас, когда, представив закон и прочитав, он скажет, «Я повелел не брать отпущенной жены, сказав, что это дело прелюбодеяние, как же ты осмелился вступить в запрещенный брак?» что мы скажем и что будем отвечать. Там уже нельзя сослать анонсветские законы, но необходимо в молчании и связанными идти в гиенский огонь вместе с прелюбодеями и осквернившими чужие браки, потому что и отвергнувши жену без причины состоящей в прелюбодеянии и женившись она отвергнутой при жизни мужа наказываются одинаково вместе с отвергнутою. Поэтому увещеваю, прошу и умоляю мужей не отвергать жен и жен не оставлять мужей, но слушать Павла, который говорит «Жена связана законом, доколе жив муж ее? Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет, только в Господе». Какое же могут получить прощение те, которые, невзирая на Павла, дозволяющего и второй брак по смерти супруга и предоставляющего такую свободу, осмеливается делать это прежде смерти супруга? Какое могут иметь оправдание как те, которые берут жен при жизни мужей их, так и те, которые ходят к общественным блудницам? Ведь это другой вид прелюбодеяния. Имея дома жену, входить в общение с блудницами, как жена, имеющая мужа, отдавая себя рабу или кому-нибудь свободному, не имеющему жены, делается виновной перед законами в прелюбодеянии. Так если и муж, имеющий жену, грешит хотя бы с общественной блудницей, хотя бы с другой женщиной, не имеющей мужа, то это дело признается прелюбодеянием. Итак, будем убегать и этого вида прелюбодеяния. Ведь что мы можем сказать, на что сошлемся, решаясь на такие дела. Какой представим благовидный предлог, естественное пожелание, но перед нами стоит данная нам жена и лишает нас этого оправдания. Для того и установлен брак, чтобы ты не блудодействовал. Или лучше не только жена, но и многие другие, имеющие одно и то же с нами естество, лишают нас этого оправдания. Когда подобный тебе раб, одаренный таким же телом, имеющий такое же пожелание, побуждаемый такой же потребностью, не смотрит ни на какую другую женщину, но остается довольным одной своей женою, то каким оправданием может быть для тебя ссылка на пожелание? На что я говорю об имеющих жен? Представим себе людей, постоянно живущих в девстве, совершенно непричастных браку, и оказывающих великое целомудрие. Если же другие без брака остаются целомудренными, то какое можешь получить прощение ты, блудодействуя в браке? Пусть выслушает это и мужья, и жены, и вдовы, замужния. Ко всем, говорит Павел, и относится этот закон. Жена связана с законом, доколе жив муж ее, и имеющим мужа, и не имеющим, и вдовствующим, и вступающим во второй брак, и всем вообще полезно это изречение. Имеющая мужа не решится при жизни его принадлежать другому, услышав, что она связана, привязана к нему, пока он жив, также и лишившаяся мужа, если захочет вступить во второй брак, сделает это не просто и как случится, но согласно с законами, постановленными Павлом, который говорит, свободно выйти за кого хочет только в Господе, то есть с воздержанием, с честностью, если же она решится остаться верной условиям с умершим, то услышит о назначенных ей венцах и укрепится в своей решимости, но она блажение, если останется так, по моему совету. 220. Видишь ли, как это изречение полезно для всех, не сходя к немощи первых и последних, не лишая принадлежащих им похвал. Как апостол поступил в отношении к браку и девству, так и в отношении к первому и второму браку, как там он не запретил брака, чтобы не обременить немощнейших и не поставил его в непременную обязанность, чтобы желающим оставаться в действии не лишить назначенных венцов, но показал, что брак хорошее дело. Вместе с тем я объяснил, что детство лучше. Так точно и здесь опять он предлагает нам другие степени, объясняя, что вдовство лучше и выше, а второй брак хуже и ниже, и таким образом ободряя сильнейших и не желающих унижаться, и вместе не попуская пасть слабейшим, сказав, но она блажение, если останется так, предупреждая, чтобы ты не подумал, будто это закон человеческий, услышав слова его, по моему совету он присокупил, а думаю, и я имею Духа Божия, поэтому ты не можешь сказать, что это мнение человеческое, но это определение благодати Духа и закон Божественный. Итак, не будем думать, что это слова Павла, но Утешителя, который преподает нам такой закон. Если же он говорит думаю, то говорит не как незнающий, но как умеренный и скромный, таким образом о том, что она блаженнее, он сказал, а как блаженнейшее, об этом не прибавил, сделав достаточное указание в том, что он преподает определение Духа. Если же ты хочешь исследовать это суждением и найдешь здесь великое обилие доказательств и увидишь, что вдова блажения не только по отношению к будущему веку, но и в настоящей жизни. Это самое разумел Павел, как он и выразил, говоря о девах. Увещевая и совету избрать девство, он сказал так стих 28 Впрочем, если и женишься, не согрешишь. Если девица выйдет замуж, не согрешит, но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. По настоящей нужде за лучшие признаю, что хорошо человеку оставаться так. Разумею, здесь не такую деву, которая отказалась вступать в брак, но только не испытавшую брака, а не ту, которая обязалась обетом постоянного детства. Будет иметь скорби по плоти, «А мне вас жаль». Этим одним простым словом он предоставил благоразумному слушателю припомнить все и болезни рождения, и воспитания детей, и заботы, и болезни, и безвременные смерти, и несогласия, и ссоры, и угождение бесчисленному множеству мнений, и ответ за чужие грехи, и принятие бесчисленных скорбей в одну душу. От всех этих зол избавляется избравшее девство, и вместе с избавлением от неприятности имеет в надежде великую награду в будущей жизни. Зная все это, постараемся довольствоваться первым браком. Если же готовимся вступить во второй, то надлежащим образом и с должным настроением по законам Божьим. Поэтому апостол сказал, свободно за кого хочет выйти и присукупил только в Господе, предоставляя свободу и вместе ограждая эту свободу, уступая власть и вместе полагая этой власти пределы и законы со всех сторон. Например, чтобы жена не принимала в дом мужей беспутных и развратных или упражняющихся на зрелищах или склонных прелюбодеяния, но с честностью, с целомудрием, с благоговением, чтобы все делалось во славу Божию. Так как часто многие жены по смерти первых мужей сначала предавались блудодеянию, а потом принимали следующих и придумали другие нечистые способы жизни, то он и прибавил только в Господе, чтобы второй брак не имел ничего подобного. Таким образом вдова может избавиться от обвинений. Всего лучше ожидать умершего мужа и соблюдать условия с ним, избрать воздержание и находиться при оставшихся детях, чтобы приобрести большое благоволение от Бога. Если же кто захочет вступить во второй брак, то нужно делать это с целомудрием, с честностью, согласно с законами, потому что это дозволяется, а запрещается только блуд и прелюбодеяние. Его будем избегать и имеющие жен и не имеющие. Не станем срамить свою жизнь, проводить смешной образ жизни, осквернять тело, носить в душе нечистую совесть. Как можешь ты войти в церковь после беседы с блудницами? Как будешь простирать к небу руки, которыми ты обнимал блудницу? Как двигать язык и призывать Бога теми устами, которыми ты целовал блудницу? Как какими глазами будешь смотреть на честнейших из друзей? На что я говорю о друзьях? Хотя бы никто не знал об этом, ты сам принужден будешь стыдиться себя самого и краснеть перед всеми, а больше всего отвращаться и от собственного тела. Если это не так, то почему ты после такого греха бежишь в умывальницу? Не потому ли, что ты считаешь сам себя другого желаешь большего доказательства нечистоты дела? Или какого ожидаешь определения от Бога, когда ты сам согрешивший имеешь такое понятие об этом деле? То, что сами себя признают нечистыми, я весьма хвалю и одобряю, а то, что принимается не за надлежащий способ очищения, осуждаю и укоряю. Если бы это была только нечистота телесная, то справедливо ты мог бы ощущать себя умовением в умывальнице, но когда ты осквернил душу и сделал ее нечистою, то ищи такого очищения, которое могло бы смыть ее нечистоту. Какое же есть средство омовения от этого греха? Горячие источники слез, воздыхание, исходящее из глубины сердца, постоянное сокрушение, усердные молитвы, милостыни и щедрые милостыни, осуждение сделанного, решимость больше не делать таких дел. Так грех существенно смывается, так очищается нечистота души, а если мы не сделаем этого, то хотя бы побывали во всех источниках рек, мы не будем в состоянии смыть и малой части этого греха. Итак, гораздо лучше не испытывать этого отвратительного греха, но если кто когда-нибудь падет, то пусть прилагает те врачества, дав наперед обещание, больше не впадать в то же самое, а если мы, согрешив, будем осуждать уже сделанное, и потом опять начинать то же, то не будет нам никакой пользы от очищения, кто омывается и потом опять оскверняется той же грязью, и кто разрушает то, что построил, опять строит, чтобы разрушить, тот не приобретает ничего больше, как только работает и трудится напрасно. Так и мы, чтобы нам не стратить жизни тщетно и напрасно, очистим прежние грехи, и всю остальную жизнь будем проводить в целомудрии, в честности и в прочих добродетелях, чтобы, не сказав себе милость Божию, удостоиться нам Царства Небесного благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава во веки веков. Аминь.